Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня снова будет закупка продуктов в магазине Лента. Вообще, мне закупки хватает где-то примерно на неделю. Я уже не раз отвечала на это в комментариях, но в эти выходные мы с мамой тут были... Ну как, когда много девочек, это в цветнике, а когда много мальчиков, это в чем, я не знаю. В общем, к нам приезжал и мой свекор, и мой племянник, поэтому у нас пусто. Мужчин кормить это да. Вот, так что снова у меня достаточно большая закупка. Сейчас я вам покажу. И чек будет в конце видео. Итак, начну по традиции с мяса. Снова купила я филе индейки, потому что она была со скидкой. Уже не помню сколько, но в общем в чеке будет видно. Фарш, две упаковки. И также там на птицу тоже была скидка. Я взяла две вот такие упаковки ножек куриных. У меня их любят дети ножки куриные, точнее младший сынок. Кусочек свининки. Также корейки. Так, здесь у меня сарды. Вот такие элитные покупаю, которые по скидкам и по хорошей срок годности, чтобы было обязательно смотрю. Также купила вот такую штучку. Божий, как я обожаю вот это. Я вообще обожаю сало и всякие подобные вещи. Вот просто. Но держите меня семеро, что называется. Стараюсь есть по чуть-чуть, конечно, но все же. Вот такой вот бекон английского вареная копченая. Ну, кстати, я уже покупала такой. Вот этот клинский. Он вкусный. Как всегда, колбаса лентовская. Сыр в этот раз взяла вот такой гау, да, маленький кусочек. И вот этот вот снова повторила с грецким орехом. Мне с грецким орехом понравилось больше. Он такой более ароматный, нежели с там базилик и томата были. Но, в общем, да. Этот мне лично мне понравился больше, поэтому я его взяла. У меня также спрашивали, вроде бы это немецкая марка, да, вроде как. Вот. Но это я посмотрела производство не Германия. Это производство, видите, Бобровский сырозавод, Воронежская область. Вот. Изготовитель. Ну, это видно закос, наверное, под какой-то бренд. Изготовлено под контролем вот такой марки. То есть, ну, в принципе, наше производство российское. Так, дальше здесь купила горошек. Мама будет какой-то салат хочет сделать. Я буду снимать рецепт этого салатика обязательно. Потом вот этот Махеев. Взяла вот такую горчицу русскую. Так как у меня сейчас часто будут мужчины тусоваться. Дома хрен вот такой. И купила аджик острый. У меня ее очень любит муж. И мой свекор тоже любит аджику, поэтому и взяла. Кстати, вот эта горчица и хрен Махеев, я их уже покупала, они вкусные. И вот такой кетчуп. Мистер Рика томатный. Тоже нравится. Молоко. Большая кружка. У меня одна моя подписчица спросила, хватает ли мне этого молока на неделю. Да, я уже говорила, что у меня никто молоко вот чисто так вот стаканом не пьет. Наливаем котам. Как что-то мама делает. Там, допустим, блинчики какие-то. И не в кофе добавляем. Все. Именно поэтому вот такая упаковка, а не вот такая. То есть то, которое длительного хранения, в общем. Томатную пасту еще забыла показать. Вот такую 365 дней. Маме очень нравится. Так разрезала, как бы на... Ну, тут чуть больше столовой ложки. В общем, мама любит вот в таких пакетиках. Дальше здесь купила кефир однопроцентный маме. Купила вот такую штучку. Ну, это, конечно, на любителя. Это больше, наверное, после алкогольных гуляний. Но маме моей очень нравится. И я, кстати, с удовольствием его пью с огурцом и укропом. Но это на любителя он такой кисленький. Вот. Одно время, кстати, был в больших таких бутылках. Сейчас чуть не нашла. Увидела только в маленькие вот такие савушки. Дальше купила три ацидобофилина. У меня, кстати, муж их любит. Мама тоже любит. Я тоже люблю сладкий вот такой вот. И еще взяла снежок. Но этот снежок, по-моему, не сладкий. Ну, в общем, тоже любим иммунельки детям. Сметану десятипроцентную. Масса сливочная. Кстати, у меня дети не едят молочку. От слова совсем. Кроме сметаны и вот этих иммунелек. Да. Ну, и сырники едят. То есть изделия из творога едят и все. Творог пискаревский. Как обычно тоже. Мы всегда берем гречку. Вот эта марка национальному нравится. Хлеб. Белый. Ну, вот этот молочный хлебный дом. Также у меня здесь вот этот фазер. Он все еще на скидках. С морковкой. Он очень вкусный. Взяла еще вот такой хлеб столовый лентовский. Кстати, он тоже вкусный. Но вот это производство лента. Они же заказывают на заводах в городе. Ну, или в пригороде, скажем так. Где стоит сама лента. То есть мне кто-то писал, что не нравится хлеб. Вот это производство лента. То есть это зависит от завода, на котором они заказывают. То есть это не их завод, да. А хлеб-завод какой-либо, да. Поэтому, я так понимаю, что в каждых городах по-разному получается. Так, я взяла еще вот эти штучки. Я уже их тоже много раз показывала. У меня любит муж. Дети тоже их любят. И появились новенькие вот такие. Я взяла тоже попробовать. Наверное, тоже будут вкусные. Вот. Разного вкуса. Вот мне больше всего нравится с белым шоколадом. Но это любителям белого шоколада. То есть если вы любите белый шоколад, то вам обязательно понравится. Со скидкой они стоят 26, по-моему, рублей. Без скидки 40 с лишним. Поэтому я беру их, когда есть скидки. Яйца 30, цен 0. Много покупаю яиц. У меня все жарят яичницу. Вот. Любителя. Также взяла, тоже была со скидкой, вот такой ризотто лентовский. Ну, чисто попробовать. Тоже у меня мужчины любят. Вот. И вот такой вот горошек печеный с овощами. Ну, мужчины, я имею в виду мужа своего. Дети-то не особо такое. Дальше здесь сладкие палочки кукурузные. Финики и кураган по упаковке. Семечки. И здесь у меня уже овощи, фрукты. Капуста новый урожай. Огурцы. Помидоры. Кстати, помидоры очень вкусно пахнут. Они ароматные. Я не знаю, что это производство. Ну, в смысле, откуда это. Вообще на фруктах не написано, откуда они. Не знаю, почему. Купила кабачок вот такой. Это нам с мамой. У нас больше никто вообще в доме не ест кабачок. Только в виде кабачковой икры едят. А вот просто такой пожаренный или кабачок с яйцом. Вот как у меня уже есть такой рецепт на канале. Никто не ест. Поэтому нам с мамой один на двоих вполне хватит. Дальше взяла вот такие яблоки. Это яблоки экономно. Они очень просто такие как-то ароматные, симпатичные. Я их взяла. Дальше мои любимые яблоки. Я просто их обожаю. Это фуджи. Они, ну, как бы не дешевые. Да, 119 рублей за килограмм. Но они очень вкусные. Я их прям люблю-люблю. Дальше. Девочки увидела груши и взяла их чисто из-за названия. Честно признаюсь. Называется груша форель. Первый раз такой сорт увидела. Вот он стоит 179 рублей за килограмм. В принципе, и не дешево. Но взяла попробовать. И также появились абрикосы. В ленте. Черешни в ленте пока нет. Вот. По 139. Ну, считайте, 140 рублей за килограмм. Вот я тоже взяла немножко. Выбрала. Ну, вроде ничего, кстати. Вроде неплохие такие. Также взяла картошку. Вот здесь вот это молодой картофель. Он, кстати, очень вкусный. В прошлый раз я его тоже брала. И нам понравился. Так. Ну, и здесь у меня немножко всякого такого. Здесь вот у меня пакеты кота. Вот эти. Феликс. Они сейчас по скидкам. Это перловка. Две упаковки для собаки. Для каши. Здесь мука. Я ее, правда, порвала пакет. В общем, пока все грузила. Мука марки Оладушкин у меня. Дальше. Детям купила. У меня есть вот этот дозатор. Детол антибактериальное мыло. Покупаю такой, потому что младший у меня может плохо помыть руки. Поэтому ему с дозатором самое оно, чтобы чистенькие ручки были. Тем более сейчас постоянно они на улице. Поэтому это для меня прям актуально. Дальше ополаскиватель детский вот такой. Кстати, детям очень нравится. Вот. И купила также себе вот этот ополаскиватель для полости рта. Ну, вот такой вот. Я не скажу, что он отбеливает. Но он такой прям ядреный. И после него долго свежесть остается. И он внутри, знаете, такой не гелеобразный, а именно жидкий такой. Но классный. Но он прям ядреный-ядреный. Так. Дальше. Вот это наша любимая паста с плат биокальций. Снова купила вот эти капсулы Брев. Потому что они были со скидкой. Мне девочки другие советовали. Но я взяла, потому что были скидки. Туалетная бумага лентовская. И здесь у меня сок. Два яблочных и один мультифруктовый. Вот такая вот у меня была достаточно большая закупка. Но у нас съедено все. Овощи, фрукты, все съели за выходные. Поэтому съездила, купила. И вот показываю чек. Дальше. Так. 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 вот скидка составила 2026 рублей общая сумма 8 293 я надеюсь вам понравилось такое видео кстати многие мне пишут о том что цены которые я показываю ниже чем в других городах и в ленте и в которой езжу я то есть в нашем городе больше акций больше каких-то предложений судя по чеку моему да и я не знаю с чем это связано честно сказать я на самом деле думала наоборот что питер и москва самые такие дорогие цены но получается что нет получается что где-то даже дешевле у нас некоторые продукты но у нас же в основном все привозное то есть привозят откуда только можно привезти все нам привозят может быть из-за того что спорт здесь может быть из-за того что из той же финляндии у нас транзитом проходят и фуры не только транзитом да много складов у нас здесь не знаю может быть из-за этого может по каким-то другим причинам честное слово я даже не могу ответить на этот вопрос почему так но меня это не может не радовать что у нас не все так плохо и кстати да мне даже одна девушка писала из сочи что у них помидоры дороже чем у нас в питере странно да ну вот вот да может быть потому что привозные у нас помидоры то есть не наши я имею ввиду не российский да вот так что вот так но на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам нравятся такие видео они для вас полезны и интересны не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч